МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Бесплатные завтраки". В администрации состоялось совещание по организации горячего питания для учеников начальных классов. На территории Нижегородской области начал действовать специальный налоговый режим. Кого коснется нововведение? Сотри случайные черты. В культурно-просветительском центре открылась выставка картин Игумена Афанасия. Далее расскажем обо всем подробно. Какая именно организация убирает улицы, обычно горожан не интересует. Главное, чтобы дороги вовремя очищали от снега и грязи. Но только не в этот раз. Депутатов возмутил тот факт, что городское предприятие ДЭП не участвовало в аукционе, но все же занимается уборкой улиц на правах субподрядной организации. Почему муниципальное предприятие не участвует в аукционе? Это исторически его цель и задача содержания дорог, обслуживание нашей дороги. Как пояснил директор ДГХ, на аукцион была подана только одна заявка от компании «Магистральстрой», с которой был заключен контракт на уборку городских дорог в 2020 году на сумму 122 миллиона рублей. Об этом же говорил и глава администрации на пресс-конференции в декабре прошлого года. По его словам, это связано с тем, что ДЭП не заявлялся на аукцион, так как находится на грани банкротства. Начали думать, что можно здесь, как можно обеспечить выполнение, безусловно, выполнение задачи по содержанию и уборке города и, соответственно, вести переговоры с возможными исполнителями. Так что это абсолютно вынужденный шаг, абсолютно вынужденный. В данном случае мы исходили из того, что фирма «Магистраль» показала себя в городе на объектах на мосту, на улице Семашка. Отметим, что, отвечая на вопрос журналистов, глава администрации рассказал о фирме «Магистраль», а не о выигравшей аукцион компании «Магистральстрой». Согласно сервису проверки контрагентов, она зарегистрирована 10 ноября 2017 года. Расположена на улице Курчатова-3, в штате всего три сотрудника, 10 тысяч уставного капитала. Данных о наличии техники нет. В госзакупках до 2019 года не участвовала. Какие к черту переговоры? Это аукцион. И все переговоры вне закона. И вот это основной проход, это вещь дома. Судя по этому выступлению главы администрации, который является учредителем муниципального предприятия, то есть сам учредитель принял решение о том, чтобы фактически, на мой взгляд, не допустить ДЭП до конкурса. То есть он договорился с магистралью, получается, что она будет работать, выполнять и осуществлять по этому конкурсу работу. То есть очень интересная позиция, да, ну, может быть, и не отдадут компетентные органы правильную оценку. Да, был тут сговор, не был тут сговор. На заседании присутствовали два директора ДЭПа. Действующий Василий Ласточкин, которого назначили 27 декабря, и бывший Сергей Куприков, который был уволен летом 2019 года. Он представил депутатам небольшой отчет о финансовом состоянии предприятия на первое полугодие минувшего года. С 26 июля я не являюсь директором ДЭПа. Но по итогам шести месяцев у ДЭПа был убыток 8 миллионов рублей. Значит, причиной убытка является низкая стоимость муниципального контракта, о чем неоднократно говорилось на всех балансовых комиссиях. О чем проводилось совещание в 2018 году. О чем было написано письмо в ДГХ. Основные причины – это низкая заработная плата, 13 тысяч рублей заложена заработная плата рабочего на содержание городских дорог. Те контракты, которые перешли от КБУ после объединения, заложена заработная плата 9 тысяч рублей. Также заложена низкая стоимость машинных механизмов. Кроме того, МУДЭП имеет долг по городу Татранс, который доходил до 22 миллионов рублей и где-то порядка 9 миллионов рублей. Он опять же был на конец июля месяца. По моему мнению, нельзя говорить, что ДЭП имел предбанкротный или какое-то еще состояние. Пытаясь разобраться во всех нюансах этого аукциона, депутаты старались добиться внятных ответов от директора ДГХ. Почему власти города и руководство предприятия даже не делали попыток исправить финансовую ситуацию с помощью нового контракта? Учредитель, глава администрации принимает решение вне в интерес к муниципальному предприятию, фактически лишая его основного вида деятельности, то есть дохода. То есть на сегодняшний день магистраль сама убирает, Сергей Иванович, город? На сегодняшний день убирает ДЭП. То есть, скорее всего, можно сделать вывод, что магистраль на суд подряд взяла ДЭП. То есть за меньшие деньги, чем на конкурсе. Выиграв аукцион, магистраль строй заключила договор субподряда с ДЭПом и забрала себе 1,36% от суммы контракта, то есть 1,6 млн рублей. Но была ли компания магистраль строй единственным участником аукциона? В протоколе конкурсной комиссии она стоит под номером 3, а это значит, что было еще два участника, которые потом сняли свои заявки. Сергей Иванович, вы как член комиссии можете знать или можете нам рассказать, кто эти два участника закупки в бире, магистраль строй? Не могу. Система подает возможность заказчику увидеть? Нет. 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 Ответ второй части открывается тогда. Ответ нет. Ответ нет. К рассмотрению этого вопроса депутаты решили вернуться после получения письменных ответов и копии документов от должностных лиц администрации и ДЭП. Красные гвоздики словно капельки крови пролиты за отчизну в годы Великой Отечественной войны. Эти символы победы принесли к вечному огню представители городской думы, администрации, педагоги, военнослужащие, воспитанники ВПК-разведчик и военно-исторического клуба-победители. К мемориалу цветы возложили в честь победы советских войск в Сталинградской битве. Это наша память. То есть так как наши все-таки деды и мой дед в частности воевал под Сталинградом, то это особо важно. Почтите их память. Память тех, кто сделал нам победу. Победа Красной Армии над войсками вермахта под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Потери советских войск оказались одними из самых масштабных в истории. Отдавая дань памяти погибшим на полях сражений, наш город присоединился к проекту «Календарь памятных дат». Календарь памятных дат, он подготовлен правительством Российской Федерации к 75-летию Великой Победы. То есть в этот, в него входит очень много мероприятий. И одно из них – это памятная дата, это победа под Сталинградом. Будет очень много таких акций, скорее всего, они проводятся по стране, повсеместно. Присоединиться к акциям в рамках календаря памятных дат и почтить память тех, кто защищал рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, может любой желающий. Информация о мероприятиях публикуется в средствах массовой информации и на сайте Центра внешкольной работы. 4 февраля – день, когда все внимание общественности направлено на повышение осведомленности людей о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Каждый год врачи ставят диагноз онкологии примерно 18 миллионам человек. Медицина не стоит на месте и делает новые шаги к пониманию природы рака. Но волшебной таблетки нет. Одного лекарства для лечения колоссальной группы пациентов и нозологии опухолевых не существует. Есть различные подходы к лечению, которые разработаны и согласованы различными сообществами. В нашем государстве принято ориентироваться на Ассоциации онкологов России и рекомендации, клинические рекомендации, которые утверждены Министерством здравоохранения. Спасают пациентов ранее диагностика и новейшие технологии. На начальной стадии это хирургическое вмешательство в запущенных комбинированное лечение с добавлением химиотерапии и лучевой терапии. Саровчане могут получить лечение в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере, а также в Приворском окружном медицинском центре и областной больнице имени Семашко. Создается сеть ЦАОПов, центров амбулаторно-онкологической помощи. Есть два достаточно. На сегодняшний день будут хорошо подготовленными межрайонных центров Арземас и Павлова онкологические отделения. И плюс онкологические кабинеты, единая сеть онкологических учреждений позволит более-менее решить на сегодняшний день поставленные задачи по ранней диагностике, маршрутизации пациентов в диспансере оказания специализированной помощи. В клинической больнице номер 50 тоже провели реорганизацию. Расширили штат специалистов и объединили их в одно отделение, которое называется первичный онкологический кабинет. Большое внимание врачи уделяют ранней диагностике на этапе дополнительной диспансеризации. Это тоже целое отделение, куда пациенты вызываются активно, направляются врачами любой специальности, как раз с целью ранней диагностики онкопатологии, сахарного диабета, социально значимых заболеваний сахарного диабета, туберкулеза, чтобы раны выявить, раны начать лечить, продлить жизнь пациенту. И сейчас акцент делается на качестве жизни пациента, то есть улучшить и качество, и продолжительность жизни человека. Помимо областных больниц, Саровчан направляют на лечение в клинике Москвы и Санкт-Петербурга. Но если заболевание выявлено на ранней стадии, провести операцию по удалению опухолей могут и в нашем городе. Для этого есть и необходимые лекарства и современное оборудование. У нас большое количество пациентов находится на лечении в первой полиплинике. Существует кое-какий дневный стационар онкологический, и уже в течение года пациенты получают дорогостоящие лечения, не госпитализируясь в круглосуточный стационар. Также большую роль в выздоровлении играет помощь психологов. Депрессия и замкнутость через это проходит каждый пациент. Сначала, когда они осознают, что у него опасное заболевание, потом больной перестает верить в положительный исход лечения. Проблема онкопсихолога, она колоссальна. И помощь в оказании нашей онкологической помощи, вот этой группе пациентов, достаточно сложная, она очень важна. Даже если взять этап диагностики, человек начинает замыкаться, когда только начинает подозревать, что у него рак. Именно в этот момент уже должен работать с ПД-психолог. Именно вера в выздоровление помогает участию пациентов, я уверен в этом, достичь положительных эффектов. Рак – опасность заболевания, но по смертности оно находится на втором месте после сердечно-сосудистых болезней. Ранняя диагностика, своевременная профессиональная помощь докторов и вера в выздоровление помогают большинству заболевших победить рак. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход – с этого года ввели еще в 19 субъектах России, в число которых вошла Нижегородская область. Спецрежим могут применять индивидуальные предприниматели или граждане, которые получают деньги от самостоятельного ведения деятельности, не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников. Оказание косметологических услуг на дому, репетиторы, фото-видеосъемка на заказ, сдача в аренду посуточно или на долгий срок квартир, юридические консультации, перевозка пассажиров и грузов, организация праздников. Сюда же относится и торговля продукцией собственного производства. Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%. Для тех, кто имеет дело с юридическими лицами – 6%. Никакой отчетности сдавать не нужно. Чеки формируются, то есть это все делается в мобильном приложении. До 12 числа вы формируете чеки, вам приходит сумма налога. Все автоматически. То есть заполнять ничего не нужно. И до 25 числа вы должны будете его заплатить. Существенные плюсы новый налоговый режим имеет, например, для тех, кто официально сдает квартиру. Если ранее собственник платил 13% от суммы ежемесячного платежа, то теперь с него будут высчитать 4%. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Зарегистрироваться можно на мобильном приложении «Мой налог», то есть на сайте налоговой службы, либо в банке. Для этого нужно только паспорт. Налог на профессиональный доход нужно платить, пока сумма дохода не превысит 2 миллионов 400 тысяч рублей в течение года. Подробнее о новом режиме можно узнать в операционном зале налоговой инспекции. Завтракают в школьных столовых в нашем городе около полутора тысяч детей. Большинство из них ученики начальных классов. В основном родители оплачивают питание через портал «Умный Саров», выбирая из предложенных вариантов, чем их ребенка будут кормить сегодня. Дети с ОВЗ получают завтраки и обеды за счет субвенций из областного бюджета. С 1 сентября кормить бесплатно будут около 4 тысяч учеников начальных классов. Глава администрации Алексей Головев провел совещание с участием представителя муниципалитета, департамента образования и комбината школьного питания, чтобы выяснить, готовы ли городские службы к переходу на такой режим. Инфраструктура школьного питания в полной мере не просто сохранена в школах, но и в последние годы она была существенно модернизирована. Оборудование, которое позволяет приготовить качественные обеды, завтраки. Все, что необходимо для того, чтобы дети это питание получали в условиях школьных столовых, все есть. До апреля 2019 года школьники получали завтраки бесплатно, но затем питание стало платным. Такое решение вызвано постановлением правительства номер 220, которое запрещает финансирование таких расходов и средств муниципального бюджета. В среднем в год завтраками кормили около 8 тысяч юных саровчан. Несмотря на то, что количество детей, получающих питание в столовых, резко уменьшилось, администрации удалось сохранить комбинат школьного питания, который и обеспечивал учеников горячей едой. Осталось оборудование и весь коллектив. КШП полностью готов выполнить свои обязательства. ГНО не используем, не используем никаких трансжиров, то есть это дети. И продукты, в общем-то, закупаются и закупаются. Все дают отчет себе. И там проходит трехступенчатый контроль. Контроль у нас на входе, затем контроль и в школах. В каждой школе медсестра, значит, ни одна партия питания не проходит, значит, на раздачу не сделав и прокиравши. Администрация работает над переходом на бесплатные завтраки учеников начальной школы в плановом порядке. Сейчас решает вопросы с составлением нормативных документов и выделением финансирования. Для тех, кто любит творчески мыслить, читать и фотографировать, сотрудники библиотеки имени Маяковского приготовили очередной фотоконкурс «Любовью к книгам мы горим». Горожанам предлагают сделать снимки, на которых запечатлено чтение книг дома, в библиотеке и совершенно неожиданных местах. Наш конкурс поможет горожанам организовать свой досуг интересно и также поможет сформировать позитивный имидж читающего человека и выявит талантливых авторов-фотохудожников нашего города. Фотоконкурс проводится в четырех номинациях. «Экстрим чтение», «Читая, где хочу», «Фотоплакат», «Капитаны книжных морей». В каждой из них выберут три победителя. Оценивать работы будет компетентное жюри. В состав жюри, помимо сотрудников нашей библиотеки, мы пригласили профессионального фотографа. Жюри определяет фотоработы, набравшие максимальное количество баллов. Победителем конкурса на приз зрительских симпатий станет фотография, набравшая наибольшее число голосов в результате голосования на сайте библиотеки. Приять участие в конкурсе «Любови к книгам и горим» просто. Достаточно распечатать цветную или черно-белую фотографии, придумать название и принести в библиотеку имени Маяковского до 15 апреля. Также нужно заполнить электронную заявку. Более подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Награждение победителей конкурса состоится 15 мая. Для лиц старше 6 лет. Что делать, если ребенок просит собаку? Как разрешить конфликт из-за игрушки? Как увезти малыша домой, если он не хочет? Участникам конкурса «Родители года» предстояло найти ответы на эти непростые вопросы. Также мама и папа показали свои творческие способности, спели, станцевали, инсценировали целые спектакли. Еще одно испытание, которое им предстояло, за пару минут придумать игру из подручных материалов. Оценивали конкурсантов сотрудники Департамента образования и администрация сада. Украсили вечер выступления воспитанников. «Будем веселиться, спеть и танцевать, и будут наши лица улыбками сиять. Я на небес свете столько звезд утрам». Конкурс «Родитель года» уже несколько лет проходит в разных садах города. Но для 31 сада это первый опыт. Родителям предоставляется возможность поделиться собственным педагогическим опытом, проявить себя творческим, показать, наверное, как они видят детский сад. Такой конкурс, по мнению организаторов, нужен и воспитателям. Для них это возможность посмотреть на себя глазами родителей. Каждый воспитатель оказал неоценимую помощь команде участников своей группы, поддержал их и дал советы. Родители же в своих выступлениях благодарили тех, кто каждый день заботится об их детях. «Родители, конечно, безумные молодцы. Все так здорово организовали, придумала прям целые артисты. Побольше бы таких конкурсов. Спасибо огромной администрации детского сада, что все это устроило. Это так здорово сплотило родителей, опять же, с воспитателями между собой. Круто и весело, продолжайте в том же духе». Победителем стала команда родителей и воспитанников подготовительной группы. Проигравших не было. Каждый участник получил заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций. В Культурно-Просветительском центре Саровского благочиния собрались ценители живописи всех возрастов. Поводом стало открытие персональной выставки и творческая встреча с саровским художником Игуменом Афанасием. «Видели объявление, что будет выставка. Понравилась биография этого человека. Решили прийти посмотреть. Очень нравятся портреты. Там картина есть, нам очень понравилась. Там глаза вверх живые. Вообще, я люблю смотреть на глаза на выставках. Это показывает душу художника». Это уже третья творческая выставка Игумена Афанасия в Сарове. В этот раз ее приурочили к 60-летию художника. В экспозиции представлено более 100 работ. Особое место здесь занимают портреты. Художник запечатлевает душу модели, а не просто черты лица. Без внимания мастера не остаются и натюрморты с цветами. Это дань уважения любимой матери. На выставке от каждой картины веет ароматом лета и солнца, брызгами росы и дуновением ветра. Каждый раз Игумен Афанасий старается показать на выставке все свои наработки. «Вот сколько накопилось, я не знаю, там что-то на работах, самых разных жанров, потому что и мысли, и…» «Ну это за годы же. Это то, что у меня как-то осталось в мастерской, то, что накопилось». Творческий путь художника был противоречив и начался в 80-е годы. Именно тогда он проявил интерес к разным видам искусства и религий. За творческой работой мастера стоит огромный труд – напряженные искания, радость находок и горечные удачи. К каждой картине Игумен Афанасий подходит с особым трепетом. На вопрос, откуда художник черпает вдохновение, отвечает просто. «Во-первых, ее не ищут. А во-вторых, ну как-то молишься, кто ищет, тот всегда найдет. И тот, кто стремится, в конце концов Господь даст». Игумен Афанасий уверяет, что никакие проблемы никогда не могли и не смогут помешать самому главному в жизни – служению людям. Его картина – неотъемлемая часть этого служения. Познакомиться с творчеством Игумена Афанасия можно в Культурно-просветительском центре Саровского благочиния по адресу Проспект Мира, 50 до конца февраля. Подробнее о выставке можно узнать на сайте «Православный Саров». Робот ритмичный, перебирая лапками, не спеша преодолевает извилистую дистанцию. На колесах он бы проехал быстрее, но по условиям конкурса в номинации «Робо-путешественник» колеса нельзя было использовать. Поэтому участники команды «Пятый элемент» Александр Широких и Никита Пятякшев собрали робота-паука. Задача состояла в том, чтобы пройти от старта до финиша, для того, чтобы заметить цвет меток и по данным цветам меток пройти через нужные поля данных цветов. Цвета было всего четыре – красный, желтый, зеленый и синий. На региональном этапе конкурса научно-технического творчества «Робо-фест НН» юные инженеры-конструкторы с пятой школы заняли третье место в направлении «Хелло-робот». Ребята собирали модель почти два часа, и, как признался Александр Широких, было трудно. Если честно, немного сложно, но тренировки днями мне помогли. Занимаются ребята в кружке робототехники, который ведет Вячеслав Геннадьевич Кошелев. Под его руководством не только мальчики, но и девочки учатся собирать и программировать роботов. Настя Панина впервые участвовала в фестивале. Вместе с одноклассниками она выступала в номинации «Робо-фишки». Мы тоже сами собирали робота. Он у нас был меньше и гораздо проще, чем робот-паук. Мы его собрали минут где-то за 20. В первом раз он сломался из-за того, что мы его случайно хрупкую деталь собрали, и она отвалилась во время соревнования. Но во втором заедет у нас получилось. Вячеслав Кошелев считает, что соревновательная робототехника дает детям уникальный опыт, который в школе они не получат. Ребята учатся быть самостоятельными, брать на себя ответственность за принятые решения и работать в команде. Каждая команда самостоятельно, без взрослых, без моего участия должна занять свое место, с нуля собрать робота, дальше на площадке тренировку провести и дальше выступить удачно. И проблема заключается в том, что навык в такой большой команде отвоевать себе место, он в сегодняшней жизни достаточно важен. Также на занятиях по робототехнике школьники применяют знания, которые получают на уроках физики и математики. И это, в свою очередь, улучшает успеваемость ребят по этим предметам. Почему, дружок, да потому, что я жизни учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. На работу в театр все попадают по-разному. У одних родители актеры, другие приходят из различных творческих объединений. Александр Пашутин на театральной подмостке попал прямиком из Воронежского Суворовского военного училища. И почти сразу начал участвовать в массовках на сцене. Я так хотел быть артистом. Я приехал в родную Москву, поступил в студию при театре Станиславского. В этой студии были такие замечательные актеры, ныне известные. Это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Лиза Никищихина. Замечательная была студия. После этого я поступил в школу-студию при Московском художественном академическом театре. В 1964 году Александр поступил в школу-студии МХАТ имени Горького. Как признается сам артист, он учился у поистине великих педагогов. Павла Массальского, Всевлышиловского. Там же впервые взял в руки гитару. Это сейчас мы приходим, флешка, флешку поставил, оркестр тебе играют. А это были 60-е годы, флешек не было. Была гитара. Я купил себе гитару, это было модно. И Коля Караченцев, мой дорогой Коленька, Коля меня учил играть на гитаре. Слова, первые слова. Вот за меня невеста отрыдает честно, Володя Высоцкого. Он учил на гитаре. Потом приходил Володя Высоцкий. Володя показывал мне тоже какие-то аккорды. Вот они были, учили меня играть на гитаре. Впервые на большом экране Александр дебютировал в 1970 году в фильме Петра Додоровского «Городской романс». Сегодня за плечами актера уже более 200 картин. И несмотря на солидный возраст, актер продолжает принимать предложения по выступлениям и съемкам. В ближайшее время он планирует сняться в четырех фильмах. А 9 мая по приглашению администрации президента выступит в Москве на концерте, посвященном 75-летию со дня Великой Победы. Анна Царева в детской школе искусств номер 2 преподает общие фортепиано. Учит основу музыкальной журналистики, иногда выступает в качестве концертмейстера. Девушка работает только полгода, но уже пробует свои силы в различных творческих состязаниях. В феврале ей предстоит показать свое мастерство на городском конкурсе среди педагогов школ искусств. Анна будет исполнять этюд памяти Шопена, Эдварда Григо и сонату Дмитрия Кабалевского. Любого музыканта-исполнителя все-таки привлекают какие-то композиторы, какими-то своими мгновениями души, наверное, которые они изливают в своих произведениях. Мне просто очень близки эти композиторы, и я сопереживаю этой музыке, сочувствую и хочу преподнести это слушателям. Детскую школу искусств номер 2 будет представлять еще один молодой преподаватель Глеб Дементьев. В его программе русская народная песня в обработке и вальс Рональда Диенса. Их молодой человек исполнит на гитаре. Как и для любого гитариста, инструмент для Глеба – верный друг и помощник. Она удобная, то есть удобный гриф, неудобно играть, у нее прекрасный звук, внешний вид тоже немаловажное значение играет. Все вот не сошлось. Вместе с Глебом и Анной в этот вечер на сцену вышли их коллеги, которые тоже принимают участие в конкурсе педагогов. В этом году детская школа искусств номер 2 решила сначала презентовать конкурсную программу ученикам, чтобы они ближе познакомились со сложными классическими произведениями. И наши учителя готовятся к этому конкурсу. Они подготовили хорошие, серьезные, содержательные программы, в которых есть и зарубежная классика, и музыка композиторов 20 века, русских и зарубежных. И мы эту программу захотели представить нашим детям, чтобы они порадовались вместе с нами, мастерству их преподавателей и общению с музыкой, с живой музыкой. Городской конкурс среди педагогов школ искусств пройдет 14 февраля. В нем, помимо преподавателей ДШИ номер 2, выступят исполнители из детской музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств. 27-й день рождения в клубе здоровья решили отметить без протокольных речей и официальных поздравлений. Педагоги подготовили для гостей праздника мега-путешествие в прошлое. Воспитанники тоже пришли с подарками. Мы решили, чтобы они нам дарили не материальное что-то, а в виде творческих номеров вот такое вот поздравление. Воспитанники отделения собаководства «Акбар» подготовили костюмированные представления со своими питомцами. Спортсмены из клуба Греции выступили с гимнастическими упражнениями и продемонстрировали отличную физическую форму. Программа под названием «Назад в прошлое» словно машина времени перенесла мальчишек и девчонок на 27 лет назад. Они с азартом отвечали на вопросы викторины и участвовали в играх. День рождения – это очень важный праздник, так же как и для человека, так и для клуба. И его надо отмечать, звать своих близких, знакомых. Дмитрий пришел на праздник вместе с своими друзьями по спортивной секции. По словам юноши, именно в клубе здоровья он приобрел настоящих друзей и стал серьезно заниматься спортом. Я в клубе уже три года занимаюсь, и мне здесь нравится, здесь интересно. Здесь хорошие люди, приятная атмосфера. Вечеринка по случаю дня рождения клуба получилась шумной и веселой. Подростки с удовольствием танцевали под музыку 90-х и пели хиты конца прошлого века в караоке. 14 медалей привезли воспитанники детской спортивной школы «ИКАР» с областных соревнований по рукопашному бою. Андрей Баранов в своей возрастной категории завоевал бронзовую медаль. В турнире молодой человек участвует третий раз и постоянно повышает свои результаты. Перед боем я начинаю хорошо разминаться, чтобы весь мандраж с меня так сходил. С бронзовой медалью домой приехал и Семен Титов. В своей возрастной категории молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Побороть первого Семену удалось легко. Во второй схватке молодой человек уступил противнику, а в третий собрался в волю в кулак и победил. Да, я доволен, потому что для первых соревнований я считаю, что это хороший результат. Я определенно получил большой опыт в боях. Теперь знаю, как будет лучше выступить. Турниры по рукопашному бою в Нижнем Новгороде проводятся ежегодно. В этом году в нем приняло участие более 180 спортсменов со всей области. Всего наш город представили 23 воспитанника спортивной школы ИКАР. Ребят подготовили тренеры Хабибулла Губайдулин и Валерий Трубин. Этот первенство области был отбор на Привозский федеральный округ. Основная масса, которая у нас сейчас будет ехать, они все заняли вообще прессовые места. Я доволен своими участниками. Хорошо выступили. В эти выходные спортсмены отправятся на первенство Мордовии, а после ребята поедут защищать честь нашего города в Ижевск.